Это библейский портал экзогет.ру Сегодняшняя тема Царство мое не от мира сего Господь Иисус Христос на суде перед Пилатом Часть 1. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 28 по 40 стихи После допроса о первосвященников Анны и Каиафы Господа Иисуса Христа ведут к представителю римской власти в Палестине К прокуратору Пилату 18 глава, 28 стих От Каиафы повели Иисуса в приторию Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться Но чтобы можно было есть Пасху Ведут в приторию Термином притория называлась штаб-квартира Римского наместника в той или иной провинции Нам известно, что основная штаб-квартира Римского прокуратора в провинции Палестина Находилась в Кесарии Приморской Ну а соответственно в Иерусалиме у него тоже была своя притория Точное местонахождение притории неизвестно Есть два основных варианта идентификации Либо это крепость Антония, которая находилась к северу от Храмовой горы Либо это дворец Ирода, который находился в том месте, где сейчас имеется так называемая цитадель Давида Неподалеку от явских ворот в Иерусалиме Как бы то ни было, Господа Иисуса Христа ведут туда в приторию Но евреи, старейшины, народ, которые его ведут к Пилату, чтобы осудить Не заходят в само здание притории Потому что наступила уже пятница, день Пасхи А если они войдут туда и случайно прикоснутся к каким-то языческим предметам То по представлениям своего времени они осквернятся И уже не смогут участвовать в вечерней пасхальной радостной трапезе И вот чтобы себя не обделить праздником Они туда в приторию не заходят И вот это очень интересный момент в священной истории Нового Завета Потому что из-за этого самоограничения евреев, которые не заходят в приторию У Пилата есть возможность побеседовать с Господом Иисусом Христом наедине Побеседовать столько времени, сколько необходимо Ибо он римский наместник Ибо ему никто не может повелевать Он сам выбирает для себя, что он делает И сам выберет, как мы сейчас увидим, процедуру для суда над Господом Иисусом Христом 29 стих Пилат вышел к ним и сказал В чем вы обвиняете человека сего? Тем не менее, римский прокуратор, желая проявить почтение Поскольку среди евреев находятся еврейские руководители и начальники, старейшины Сам выходит из притории для того, чтобы с ними пообщаться В чем вы обвиняете этого человека? Спрашивает он Почему вы пришли ко мне? Почему вам необходим суд римлянина? Это тоже можно услышать в его словах 30 стих Они сказали ему в ответ Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе Претенциозный, в высшей степени кичливый и горделивый ответ иудеев Они для себя уже все решили Они хотят сказать Он является преступником с точки зрения наших еврейских законов Мы уже это исследовали, выяснили для себя И поэтому передаем его тебе с результатами своего расследования 31 стих Пилат сказал им Возьмите его вы И по закону вашему судите его Ответ Пилата очень логичен Итак, если вы уже все для себя выяснили Если вы пренебрегаете мною Как прокуратором, который имеет судебную власть Тогда и судите его по своим собственным еврейским законам Нам известно, что у евреев достаточно большие были полномочия В смысле собственного еврейского суда Определенная автономия имела место В частности, евреи могли назначить, например, побиение палками или плетьми Для каких-то лиц, которые нарушают закон Моисеев Или даже назначить изгнание из того или иного места Продолжение 31 стиха Иудеи сказали ему Нам не позволено предавать смерти никого Вдруг выясняется, что обвинение их настолько тяжело Что требует смертной казни Конечно, если бы они могли казнить Иисуса Они бы казнили его как богохульника А закон Моисеев предписывает богохульника побивать камнями Но им это запрещено Поэтому они обращаются к римской власти Санкционировать смертную казнь этого человека 32 стих Дозбудется слово Иисусова, которое сказал он Давай разуметь, какой смертью он умрет Поскольку Господь предсказывал, что он будет распят на кресте Он будет вознесен То как раз эти слова иудеев и проясняют ситуацию Почему он будет распят на кресте, а не побит камнями как богохульник Потому что римской властью было запрещено евреям Кого бы то ни было предавать смертной казни По своим еврейским традициям 33 стих Тогда Пилат опять вошел в приторию И призвал Иисуса и сказал ему Ты царь иудейский Итак, евреи высказывают Пилату претензию Здесь их реплики опущены Но из дальнейшей беседы Пилата с Господом Иисусом Христом Совершенно очевидно Что евреи обвиняют Иисуса в том, что он Объявив себя иудейским царем Готовит восстание против римской власти 34 стих Иисус отвечал ему От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе о мне? Господь Иисус Христос Прежде чем ответить Пилату Хочет указать ему на то, что По сути дела Его, Господа Иисуса Оклеветали И поэтому подчеркивает Что это, что ты сейчас сказал? Это уже результат твоего расследования Как римского прокуратора Или ты пока еще всего лишь пересказываешь Мнение евреев 35 стих Пилат отвечал Разве я иудей? Твой народ и первосвященники Предали тебя мне Что ты сделал? Пилат удивляется Потому что Он сам не иудей А предали Иисуса Не только народ Причем в греческом тексте Стоит термин Этнос То слово в греческом языке Которое и указывает На общность людей Этнос по-русски Объединенную общей историей Языком Культурой И так далее Не только представители Твоего народа Но даже первосвященники Те, которые претендуют На то, чтобы быть Нравственным авторитетом В народе Они тебя предали мне То есть это не мое мнение Это их мнение А теперь я хочу составить Своё собственное мнение Поэтому Пилат спрашивает Что же ты сделал? Ибо обвинить можно В чем угодно А ему необходимо Расследовать Конкретные преступления Ибо наказание Возможно только За преступление 36 стих Иисус отвечал Царство мое Не от мира сего Если бы от мира сего Было царство мое То служители мои Подвязались бы за меня Чтобы я не предан Он был иудеем Но ныне царство мое Не отсюда Господь Иисус Христос Не отказывается в том Что он является царем Но царем не таким Как его хотят представить Иудеи Он не бунтарь Против римской власти И не таким Как может это подумать Сам Пилат Он царь совсем иной Он царь духовного царства И в качестве Серьезного аргумента Который должен был Пилату Как грамотному Римскому чиновнику Практически все объяснить Господь говорит Если бы царство Мое было от мира сего Разве мои служители Не боролись бы за меня Разве бы они сейчас Не старались Меня освободить А, например, тебя отстранить Это серьезный аргумент Интересно, конечно, и то Что здесь Господь Иисус Христос В беседе с Пилатом Опотребляет выражение Мир сей То самое выражение Которое он прежде Употреблял в беседе И с учениками, и с иудеями Выражение, которое Там прежде указывало На человеческий мир В падшем греховном состоянии Но здесь, конечно, вероятно Это выражение нужно понимать Более буквально То есть мир сей Это мир, как он есть Вот в том его нынешнем состоянии Мы, верующие люди Понимаем, что это состояние падшее Пилат мог этого не понимать Но когда Христос говорит Этот мир То он имеет в виду Если ты думаешь, что Царство, как обычное Проще и царство То ты заблуждаешься Но ныне царство Мое не отсюда Христос не говорит Что у него нет царства Но хочет подчеркнуть Что мое царство Не является земным Обычным Материальным 37 стих Пилат сказал ему Итак, ты царь Иисус отвечал Ты говоришь, что я царь Я на то родился И на то пришел в мир Чтобы свидетельствовать О истине Всякий, кто от истины Слушает Глаза Моего Итак, деятельность Господа Иисуса Христа Как царя Заключается в том Чтобы свидетельствовать Об истине И здесь Вновь Иоанн Богослов Использует Греческий глагол Мартирео Засвидетельствовать Понимая все Последствия Этого свидетельства Засвидетельствовать Так Как если бы это было Свидетельство на суде И сейчас Ты судишь меня И я тебе хочу сказать Мое царство Это истина Если Кто-то От истины То послушает И меня Понял ли Пилат О чем говорит Господь Иисус Христос Скорее всего Да Потому что Следующий 38 стих Начинается Такими словами Пилата Пилат сказал ему Что есть истина И сказав это Опять вышел К иудеям Пилат понимает Что Господь Иисус Христос Ставит Важный Мировоззренческий Вопрос И не только Ставит Но даже Этот вопрос Решает Говоря Что он Есть Возвещающий Истину Он Христос Глашатой Истины Вероятно У Понтия Пилата Как человека Который Вырос в римской культуре Эти слова Господа Иисуса Христа Сразу вызвали Воспоминания О разных Философских школах Мы знаем Что Философские школы Были Очень популярны В Римской империи Одна из самых Популярных Философских школ Тогда была Стоическая школа И мы конечно Помним Что Сенека Был Даже воспитателем Императора Нерона Соответственно В представлении Пилата То о чем Говорит Господь Иисус Христос Это вопросы Которые Скорее Нужно отнести К ведению К спорам К дискуссиям Философских школ Поэтому Пилат Так и отвечает Разочарованно Что Есть Истина Он Имеет ввиду Да Мне Известны Разные Философские школы Но они Не могут Между Собою Сойтись Во мнении Что именно Является Истиной Продолжают Дискутировать И похоже Пилат Воспринимает И Иисуса Как одного Из таких Иудейских Философов Поэтому Продолжение 38 стиха Сказав Это Опять Вышел Коудеям И сказал Им Я Никакой Вины Не нахожу В нем Итак То что Господь Иисус Христос Говорит О себе Как о царе Духовного Царства О себе Как о том Кто возвещает Истину Для Пилата Не является Преступлением В том числе И политическим 39 стих Есть же у вас Обычай Чтобы я Одного Отпускал Вам на Пасху Хотите ли Отпущу Вам царя Иудейского И поскольку Пилат Понимает Что Господа Иисуса Христа Оклеветали Первосвященники И старейшины Он Вначале Пытается Апеллировать К мнению Еврейского Народа Почему Вероятно Он Как римский Прокуратор Был Извещен О том Что Несколько Дней Назад Этот же Иисус Из Назарета Торжественно Входил В Иерусалим Но Входил Не на Боевом Коне А на Ослике Тем Не Менее Весь Народ Ликовал И Приветствовал Его Значит Он Иисус Популярен У народа И Наверное Народ Пожелает Его Своего Иудейского Царя Хотя И Неземного Царства Попросить В качестве Того Кого Пилат Отпустит И Помилует Но К этому Моменту Народ Которого Наускивали Первосвященники И Фарисии Уже Изменил Своё Мнение Сороковой Стих Тогда Опять Закричали Все Говоря Не Его Но Вараву Варава Жа Был Разбойник Итак Мнение Народа Изменилась И Конечно Не Напрасно Когда Евангелисты Описывали Вход Господень В Иерусалим Некоторые Из них Использовали Термин Охлос Толпа Толпа Очень Переменчива О толпе Нету Стержня Нету Чёткого Мировоззрения Сегодня Они Восхваляют Через Несколько Дней Они Готовы Слушать Врагов Иисуса Поэтому Просят Чтобы Отпустил Пилат Ни другого Сомнительно Осужденного Римскими Властями Но Того Кто Был Явным Разбойником Явным Преступником И Вот Его Вараву Они Предпочитают Невинному Иисусу Тем не менее Это Еще не Окончание Суда Во второй Части Суда Также Будет Несколько Очень Важных И Интересных Моментов Связанных С Этими Событиями Большое Спасибо За Внимание Внеси Свой Вклад Оцени Подпишись И Поделись Этим Видео Субтитры 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 Продолжение следует...